Очень важно обратить внимание не только на какие-то запрещающие действия. То есть мы можем, конечно, с помощью Генеральной прокуратуры, с помощью других органов регулировать эти сайты, но закрыв один сайт, возникнет еще 10 сайтов. То есть, скорее всего, здесь нужно двигаться не только в направлении запрета, а в направлении обучения нашей молодежи тому, чтобы она умела фильтровать информацию, тому, чтобы оно было устойчиво к таким сайтам. Скорее всего, это более перспективное направление, чем просто запрет. Мы находимся на одном из первых мест по совершению суицидов. Если брать страны Восточной Европы и Центральной Европы, то это первое место, лидирующее, занимает Казахстан. Это, к сожалению, среди молодежь и несовершеннолетние, то есть до 29 лет, вот в этом диапазоне. К сожалению, по суицидальным попыткам до настоящего времени единой статистики еще нет. То есть это только формируется база. Если мы говорим о суицидальном поведении, то чаще всего суицид, завершенный суицид, характерен больше для мужской части населения, чем для женской. Для женской части населения чаще всего характерны суицидальные попытки, а не завершенный суицид. Если мы берем в возрастном аспекте, то наибольше, чем старше возраст до 30 лет, тем выше риск суицида. Нет одной причины суицида, как правило, это взаимодействие причин. В первую очередь, это биологическая причина при завершенном суициде. И только во вторую и третью очередь уже психологическая и социальная составляющая, которые являются, ну, непосредственно, скажем так, спусковым крючком, а не причиной самого суицида. Это биологические причины, это чаще всего наличие депрессии, это импульсивное, это агрессивное поведение. И самое важное, что тоже усиливает риск, это употребление психоактивных веществ. То есть любых психоактивных веществ, к которым относятся алкоголь, к которым относятся наркотики, к которым относятся токсикомонические вещества. Продолжение следует...